Итак, друзья мои, еще раз добрый день. Давайте я поздороваюсь, хотя только что 5 минут назад прощался, ну, как минимум, желал всего самого хорошего, потому что у нас продолжается бизнес-канал, ну, а сейчас его вторая часть под названием «Бизнес-класс». Я напомню, в эфире «Бизнес-класс» мы встречаемся с российскими предпринимателями, с российскими бизнесменами и говорим, собственно, о том, как жизнь их складывается. Так вот, сегодня одна из таких же тем, да, прежде всего я представлю Олег Боровков, генеральный директор группы компании «Окна комфорта», сегодня в студии «Бизнес-класс». Олег, день добрый. День добрый. Ну, а тема, я надеюсь, это понятно, мы будем говорить о «Бизнесе на окнах», как, собственно, он выглядит, как его делать, каковы, может быть, задачи и проблемы этого нелегкого бизнеса, какова сегодня ситуация на рынке пластиковых окон и как на нем выбиться в лидеры. Я уж не знаю, ставится такая задача, когда этот бизнес организуется или нет. Планов громадье сразу же, Олег? Надо обязательно лидером стать? Не обязательно. Важно в первую очередь зарабатывать деньги, и для этого не обязательно быть лидером, потому что чем ты больше берешь на себя обязанности лидера, тем больше у тебя ответственность. Совершенно верно. Вот, и поэтому не обязательно быть лидером в это нелегкое время, да, теперь важно как бы действительно генерировать денежный поток для того, чтобы обеспечивать инвестиции, обеспечивать текущую деятельность, и поэтому в первую очередь не о лидерстве. Ну понятно, да, скромнее надо. Я напомню, уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm, все это вы можете использовать для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру, позвонив, написав, задать вопрос Олегу, или собственное мнение каким-то образом озвучить на сегодняшнюю тему. Ну так все, мы все приготовления сделали, Олег, давайте традиционно вот такой вопрос я задам для начала, ну так, для раскачки, да, чтобы вы почувствовали себя в своей тарелке. Расскажите вы, как вы пришли в этот бизнес, я не уж не знаю, волею случая ли, или может быть, я не знаю, сначала вы были наемным работникам, ну, такие традиционные варианты я как бы проговариваю, расскажите. Наш бизнес в большинстве своем в первую очередь локальный, и это влечет за собой основные моменты со структурой собственничества, обычно это семейный бизнес, он по крайней мере так начинался. Все компании частные, у нас нет каких-то там крупных акционерных обществ на рынке, и поэтому, так или иначе, все начинается с семей, да, волею судеб, и моя семья там в далеком, ой, боюсь уж памяти, 97-м что ли году. Это далекий, ну, и вы, я так понимаю, организовали с 97-м именно? Нет, я-то пришел несколько позже на работу, но до меня там несколько лет эта компания работала, я пришел туда на работу, да, и, собственно говоря, работал сначала там рядовым менеджером, и дальше учился-учился, и возглавил компанию. Вот, собственно говоря, уже в тот момент, она и сейчас является там нашим семейным предприятием, вот, я просто руковожу ей, ну, что значит просто, целиком руковожу ей, да. Ну, изначально создавалась она вашими родственниками, правильно я понимаю, да? Да, да, да. И, так или иначе, все компании, ну, вот, растут оттуда, и, говорю, очень мало на нашем рынке каких-то там акционерных обществ, очень много прецедентов, ввиду, потому что это там бизнес, так или иначе, небольшого масштаба, они все локальные компании. Очень много прецедентов на рынке, что при наличии большого количества собственников, собственники ругаются, ругаются, расходятся, делят бизнес и в конечном счете хоронят свой бизнес. Вот, я таких прецедентов очень много знаю, наша компания там несколько переживала таких моментов, вот, и поэтому, ну, тут очень, тут нельзя говорить о том, что вот, это там именно акционерные обществы, которые там, так или иначе, с большим кругом акционеров. Ну, здесь такой важный момент, да, мы говорим о человеческом факторе, тем более, если это родственники, да, известно, есть все-таки мысль, что лучше с родственниками бизнес не затевать. Ну, надо понимать, что в компании-то родственников практически не работает, то есть, сейчас наша компания достаточно большая, у нас в коллективе порядка, там, 400 человек, и столько родственников просто не найти. Да, да, да. Ну, не знаю, большие семьи, это тоже прекрасно, вот, поэтому, ну, нельзя говорить, что они и на протяжении всего времени остаются семейными, то есть, в любом случае, это огромное количество сотрудников, которые, ну... Я хотел просто уточнить, вот, в разговоре о человеческом факторе, правильно ли, что родственникам сложнее найти точки соприкосновения, чем, так сказать... Ну, во-первых, все зависит, я считаю, что от разграничения полномочий, да, а потом, ведь, ну, семейные компании не подразумевают, что вся семья участвует в бизнесе, да, то есть, ну, я и управляю, никто другой, как бы, в это не вмешивается. Ну, тем не менее, вы принимаете на работу кого-то из родичей? Из родичей, ну, вот так вот, копаясь в памяти, у меня один родич работает. Ну, слава богу. Мы переросли этот размер, когда можно, как бы, вот, основываться только на родственных узах, почему? Потому что у нас рынок высококонкурентный, и мы в том числе зрения персонала должны рынку соответствовать. Да, именно поэтому, когда приходит родственник, ну, я изначально родственник, я могу не иметь квалификации, все равно же для своего-то сделают поблажку. Ну, это не тот случай. Это не тот случай, слава богу. Хорошо, хорошо. Ну, а теперь, если можно, два слова скажите, почему именно пал ваш выбор на окна, да, на пластиковые, или тогда, может быть, они еще и не пластиковые были? Нет, тогда они были пластиковые, да. Это сейчас они не всегда пластиковые, да? Сейчас они не всегда пластиковые, да, тогда они были пластиковые, и, ну, что значит, выбор пал, да, я пришел на работу в семейную компанию, и, собственно... То есть, они уже этим занимались, а они, в свою очередь, почему решили? А мой тесть, который начинал этот бизнес, он строитель, и он открыл просто тогда это еще совсем небольшой цех по производству пластиковых окон для удовлетворения собственных потребностей. То есть ему в строительстве нужны были комплектующие, в том числе окна. Тогда это там в далеких 97-х это там еще стоило космических денег. И тогда это было такой редкостью все-таки, да? Да, да, да. И поэтому как бы там не ставил вопрос, почему именно окна? То есть если бы я сейчас оценивал бы перспективы, наверное бы нет. Ну что значит нет? Нельзя так говорить, конечно. Дело же все в том, ну, я вообще считаю, что я не занимаюсь окнами. Я в первую очередь работаю с людьми. Ну, я там, окна это лишь продукт твоей трудовой деятельности. Ну, то есть можно сказать, что я могу любой продукт предлагать людям, главное, да, чтобы... Да, дело-то не в этом. Важно в любом случае. У нас, наверное, в отличие от многих других бизнесов, очень высокая вовлеченность людей в процесс производства. И поэтому, конечно, здесь в первую очередь выходит на первый план это управление людьми. То есть у нас на каждом этапе производственного процесса очень большое влияние человека на конечный результат. Человека и именно сотрудника? Сотрудника, да. Для этого наверняка тоже, да, это не такой простой. Во-первых, должен быть сотрудник квалификации соответствующий. Потом его надо мотивировать для того, чтобы он, собственно, да, вел себя именно так, а не как иначе. Конечно, конечно. Ну, у нас в компании существует собственная программа обучения, мы приглашаем тренеров, у нас регулярные образовательные сессии, что касается техники продаж, так и специальных навыков. Это начиная там от менеджеров, закачивая монтажниками. Мы проводим различного рода тренинги по поднятию там корпоративной культуры и даже доведение информации до того, что все-таки кто платит нам зарплату, да. Мы, к сожалению, там не имеем возможности доступа к легким ресурсам и зачастую очень многим сотрудникам приходится рассказывать о том, что в первую очередь зарплату нам платит клиент. То есть вот даже такие моменты приходится рассказывать. Нет, ну я думаю, что это очевидно должно быть, по крайней мере, для сотрудника, да, но в любом случае на этом иногда стоит сделать акцент. Да, прекрасно, когда можно найти человека, которому все очевидно. К сожалению, не всегда так получается. Да, таких сотрудников надо взрастить все-таки, наверное, все это им рассказать. Хорошо, Олег, значит, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у меня Олег Боровков, генеральный директор группы компаний «Окна комфорта». Ну, собственно, именно этот бизнес мы сегодня обсуждаем в эфире «Бизнес-класса». Итак, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Олег Боровков, генеральный директор группы компаний «Окна комфорта». Ну и говорим мы на тему «Бизнеса на окнах», какова сегодня ситуация на рынке и как на нем выбиться в лидеры. Ну, хотя я согласен с Олегом, такая задача не самая актуальная, по крайней мере, для того, чтобы быть успешным бизнесменом. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив или написать нам на сайте. Олег, ну, о «Бизнесе», тем не менее, продолжим наш разговор. Ну и вы эту фразу употребили. Насколько он конкурентен, этот рынок сейчас? Сложно все-таки наверняка сейчас показывать финансовые результаты хорошие. Ну, на сегодняшний день ситуация сложная, она по многим факторам. В первую очередь, безусловно, наш рынок прошел стадию насыщения, и теперь темпы там прироста рынка из года в год, они снижаются. А ввиду сложившейся экономической ситуации у нас прогноз такой, что в ближайшие годы прирост, объем рынка будет только снижаться. В свою очередь, помимо точки насыщения, на рынке имеется огромный резерв производственных мощностей, что тоже добавляет перцев конкуренции. Поэтому ситуация сложная. За всем этим, за переизбытком мощностей, за падением рынка, на рынке еще и много факторов, ну, как сказать, не то, что недобросовестной конкуренции, а основным критерием конкурентной борьбы многие компании ставят для себя цену. И это влечет, безусловно, за собой огромные потери в качестве продукта и тем компания... То есть кто-то демпингует, откровенно. Ну, и откровенно демпингуя, подменяя качественные комплектующие, в том числе, какими-то альтернативами. И это влечет за собой, ну, такой удар по имиджу самого продукта. То есть мы вот говорили чуть позже, да, что там 10 лет назад пластиковое окно воспринималось как что-то там... Безумный уровень комфорта, да. На сегодняшний момент во многих местах пластиковое окно, оно для себя дискредитировало. Вот, например, компании, которые занимаются массовым остеклением, то есть там на строительном рынке, да, нам, что называется, внесли порчу. Вот, ну, и многие производители, которые занимаются открытой подменой, как бы, качественных комплектующих на альтернативы, которых сейчас достаточно много. Это там из Турции много комплектующих, ну, да, где мы, где Турция, с точки зрения даже климата, вот, и отношения, да, к тем же показателям. Вот, очень много китайского, ну, китайских комплектующих на рынке. Поэтому, и вот вся эта цепочка добавленной стоимости, она подвержена непосредственно на каждом, на каждом участке, подвержена большой конкуренцией, заменам, альтернативам. И с этой точки зрения компании, которые держат курс, в первую очередь, на качество, вынуждены доказывать разницу потребителям, да. То есть, для потребителя пластиковое окно, оно белое и пластмассовое. Ну, на самом деле, никто же не сравнивает Mercedes, например, с Ладой Калиной. Так. Да, и в окнах, в принципе, ну, примерно то же самое. То есть, набором комплектующих и цепью процессов производства, ну, достигается примерно такая же, ну, такая же альтернатива. Но об этом потребитель чаще всего не хочет думать. После чего страдает, и, ну, потребитель сначала страдает, потом он рассказывает о том, что пластиковые окна, в принципе, не удовлетворяют ее потребностей. Вот, и поэтому имиджу продукта на сегодняшний день тоже нанесен огромный продукт. Да, да, я согласен, к сожалению. Но, тем не менее, смотрите, вот к этому, ну, такому недальнозоркому потребителю, если вернуться, ну, действительно, да, он погнался за дешевизной, да, я так понимаю, выбор есть. И вот он определяющим взял дешевизну, получил результат, и результат этого не удовлетворил. В любом случае, у него взгляд поменялся на вещи, потому что ему уже надо каким-то образом проблему-то решить. Ну, если он с самого начала не начинает разбираться в этой проблеме, то, как правило, потом идут только обвинения, да, вместо того, чтобы, ну, мы люди, мы чаще всего не любим признаваться в собственных ошибках. И поэтому тут то же самое относится к потребителю. В первую очередь виноват производитель, вот, а только потом уже, там, если докопаться до истины, ну, давайте посмотрим, что вы покупали. Вот, поэтому, нет, такого, такое редко происходит. Нужно просто действительно, ну, ведь этот продукт, пластиковое окно, оно, он действительно создает микрокливмат в помещении, ну, от этого зависит комфорт в доме в первую очередь, да, это там свет, это тепло, это шум в квартире, ну, разное. Это, это в том числе и дизайн квартиры. Сейчас очень много предложений с точки зрения, ну, вот, всех тех характеристик, которые я сказал, но, а потребитель, когда звонит в компанию, сколько стоят окна? И, ну, 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 ну вот столько, да. Я представляю сейчас, человек сидит в офисе, да, снимает трубку и в ступор впадает, наверное, в каком-то смысле, да, в ответ на такой вопрос, что ответить, сколько стоят окна? Их, я так понимаю, огромное количество, да, и... Ну, конечно, конечно, окон много, вариантов много, да, там, вариантов комплектующих много, из-за этого создаётся многообразие конечной продукции. Но мы учим своих сотрудников объяснять людям различия в первую очередь, да, различия, там, в комплектующих, в производителях, в, и в конечном счёте, ну, чтобы он понимал, да, за что всё-таки ему предлагают заплатить деньги. Совершенно верно. Ну, это важно, конечно. Если, если сосредоточиться сейчас вот на варианте пластикового окна для квартиры, ну, для какой-то стандарта, вот на что делать надо акценты, в конечном итоге, чтобы потом не быть разочарованным, ну, помимо цены, конечно. Ну, конечно, понятно. Ну, в первую очередь, это, безусловно, нужно смотреть от того, вот, квартира, да, квартира, в нашем представлении, там, два-три окна и всё. А с точки зрения ведь нас, производителей окон, квартиры, это, например, расположение окон на ту или иную сторону дома. Может быть, окна выходить, там, во двор, могут выходить на шумную сторону улицы. Окна в квартире бывают разные. На кухне одни требования к окнам, в детской комнате другие, на балконе третья. И вот, поэтому... Я так понимаю, о шумоизоляции прежде всего идёт. А может быть, она вам не нужна, да, ведь вопрос в том, где у вас какая-то квартира, я говорю. То есть, если в тихий двор, то, по большому счёту, на этом и не стоит заморачиваться. На этом, может, можно не заморачиваться, да. Потом, первый или последний этаж, да, с точки зрения безопасности, опять же, нужно смотреть. Поэтому, ну, критериев для выбора масса. И поэтому, так или иначе, клиенту нужно, в первую очередь, обратить внимание на качество его консультаций и предложение ему различных вариантов. Потому что, если он сам ведёт разговор о цене, и консультант-продавец ему отвечает только тем же, собственно говоря, и скатится... Я представляю, да, опять этот звонок, сколько стоят окна. И в ответ мы должны выяснить, да, ключевые моменты. Конечно, конечно, конечно. На каком этаже вы живёте, да, окно во двор, или в какой комнате, в каком помещении, да, и так далее. Вот мы своих сотрудников ориентируем на выявление потребностей, после чего даём максимально возможную, с точки зрения удовлетворения всех тех описанных потребностей, которые мы давали, ну, давали именно комплектацию конечного продукта. Поэтому, ну, то есть это всё, из всего многообразия рождается конечный вариант. К сожалению, да, после там рассказа и презентации, всё равно клиент скатывается на стоимость, потому что, например, в другой компании ему не дали столько исчерпывающих, ну, такую исчерпывающую консультацию. И он спрашивает, а почему вот мне там дали там на 20 тысяч дешевле? Ну, потому. И мы начинаем вновь рассказывать про те преимущества, которые несут именно там наши окна и отличия, которые они имеют. Нет, и, конечно, я ещё раз подчеркну, этих отличий множество, да, и они имеют принципиальное значение. Это важно, это важно. Олег, спасибо. Значит, смотрите, мы сейчас тоже прервёмся. Рубрика «Вне времени» в эфире Финам.ФМ, а потом продолжим наш. Спасибо. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня наша тема «Бизнес на окнах». В гостях Олег Боробков, генеральный директор группы компании «Окнокомфорта». Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Уважаемые слушатели, можете позвонить или написать нам, задав свои вопросы. Ну и, кстати, Олег предложил замечательную тему, дальнейшую тему для обсуждения. Это сезонность, да, всё-таки в любом бизнесе есть сезонность, очевидно. Ну и в бизнесе, да, связанном с производством и установкой окон, он тоже, да, эта сезонность читается. На улице тепло, на улице холодно. А окна — вещь тонкая. Нет, как раз окна — вещь не тонкая. Ну, хорошо, в кавычках, да, тонкая, нежная я имел в виду, и она может каким-то образом себя повести, да, при перепаде температуры. Вот чтобы этого не было, да, на что делается акцент? Расскажите вообще о проблеме сезонности, Олег. О проблеме сезонности, да. Ну вот, надо сказать, что пик нашей работы приходится на сентябрь-октябрь. — Это как раз в преддверии, да, изменения, так сказать, температуры? — Ну... — Все стараются побыстрее, да, закончить это? — Нет, тут много факторов. Летом мы отдыхаем, да, и люди там не думают о ремонтах, да, и как-то там финальная стадия подходит. Под осень закрываются там какие-то периметры коттеджей и так далее, и тому подобное. Ну вот так повелось, да, сентябрь-октябрь. Отличие между зимой, условно говоря, тем же там декабрем и ноябрем, это почти в три раза разница в производственных объемах, и поэтому это, безусловно, огромная проблема с точки зрения занятости персонала, ведь людям надо давать работу, это... — Платить зарплату. — Платить зарплату, конечно. — Объемы падают в три раза, ничего себе. — Вот, поэтому это такой сложный момент, я, например, там, с психологической точки зрения, сколько работаю, привыкнуть к этому сложно. — Хотя уже знаю, да, и ожидаю уже. — Да, 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 конечно. Ну это я так шучу. Вот, но, тем не менее, я вот всем своим знакомым, всем знакомым знакомым, друзьям и так далее, и тому подобное, наоборот, предлагаю ставить окна зимой. — Так. — Это вот, и все спрашивают, почему, я говорю, а потому что элементарно, что мы, как производители, и это очевидно, в зимний период, в холодный период, вынуждены делать тот же процесс, но с другим отношением более качественным. Как я уже сказал, в цепочке производства нашего продукта и услуги очень много, ну, так сказать, я не люблю это слово, человеческого фактора, да, то есть очень большая вовлеченность людей. Так или иначе, это все делается руками, особенно монтаж. И вот в зимний период все те проблемы, возможные проблемы, я тут хочу сказать, которые могут так или иначе допустить люди в процессе оказания услуги, они сразу видны, и вероятность того, что они будут допущены, практически равна нулю. Потому что мы, я как уже сказал, вынуждены делать тот же процесс, но качественнее. Вот, и поэтому я всем рекомендую ставить окна как раз в зимний период, поскольку там оконный проем не остается открытым очень долго, это там максимум час времени. — Это час нужен для установки, да? — Да, то есть для замены старого окна на новый, то есть через час уже периметр, контур закрыт. — А за этот час, ну, я не беру там экстремальные какие-то цифры, на улице минус 50, допустим? — Да нет, конечно, мы и сами не делаем, то есть при температуре меньше, ну, на улице минус 15 градусов, монтажи сами не перейдут. — Ну, хорошо, минус 10, минус 5 на улице. — Это абсолютно нормально. — За этот час ничего не происходит в помещении такого, чтобы потом оказалось... — Это раз, скажем так. — То есть не происходит? — Нет, конечно. Во-вторых, мы на сегодняшний момент предлагаем нашим клиентам услугу тёплый монтаж, да? То есть перед демонтажом окон мы закрываем периметр определённым экраном, который не даёт так... — Снаружи или не наружу, да? — Да, да, да. То есть на сегодняшний момент есть такие приспособления. Мы предоставляем такую услугу, если уж там клиент сильно беспокоится... — Она сильно удорожает процесс? — Да нет, это буквально там несколько тысяч на монтажные работы. То есть это не десятки тысяч, это тысячи, вот, одна, две, три, пять, в зависимости от количества окон. Ну, это там такие меры, в случае, если в квартире дети маленькие, то есть мы это готовы предпринять. И тем не менее, ой, предложить, и тем не менее, я говорю, всем вот настоятельно рекомендую делать это вот в зимний период. Так как ничего экстраординарного с вашей квартирой не произойдёт, вот, в любом случае все работы выполняются под ключ, что летом, что зимой. И поэтому вероятность выполнения тех же услуг с большей вероятностью качества — это 100%. — Ну да, логично. Я тоже представляю, да, если это сделать зимой, то если что-то, ну, не дай бог, да, где-то там некачественно было присоединено... — Ну, нет, нет, у нас два параметра. Первое — это, конечно, продувание створок, второе — это монтажный шов. Во всём остальном окно полностью герметично. То есть, безусловно, когда мы производим зимой монтаж, мы герметизируем шов до определённой степени, чтобы не было ни в коем случае продувания, мы утепляем откосы, чтобы ни в коем случае не было продувания. И в случае, если у нас идёт продувание где-то по створке, оно тут же заметно и тут же регулируется, устраняется, и клиент получает ровно, ну, то же окно, только, говорю, с вынужденно, с принудительно установленными более высокими качественными... — А как, кстати, определить вот эту, так, на ощупь, что называется, руку под... — Ну, вот в чём весь интерес этого и есть, что летом подставляя, не подставляя руки, ты ничего не почувствуешь. Зимой же при перепаде температур это будет сразу видно. — Но это, тем не менее, вручную делается, нет какого-то специального прибора, нет? — Нет, ну, сейчас есть услуги съёмки тепловизором, и это можно сразу посмотреть, да, насколько меняется. То есть, мы можем сделать съёмку до замены окна и после, да, например, и снаружи, и изнутри. И увидеть, как меняется теплопотери в помещении, вот. Но, тем не менее, потребителю же важно, чтобы было тихо, не дуло, ну, и там всё просто открывалось и просто было выходить. — Вот, кстати, по поводу открывалось. — Да. — С этим не может возникнуть зимой именно проблема? — Да нет, конечно. — Летом хорошо, там... — Нет, конечно. А какие? Окно же. Мы же не работаем хуже летом и хуже зимой. — Нет, я понимаю, но... — Стандарты-то у нас одни на протяжении всего года. — Докольство материала, да? Оно не подразумевает, что зимой могут быть какие-то перекосы, открыл и уже не закроешь. — Нет, это технология, ну, ей там в Германии... У нас так или иначе рынок сформировался немецкими технологиями. И этой технологии больше сорока лет, они, собственно говоря, постоянно тоже развиваются, постоянно растёт. Вот тут важно понимать, что у тех компаний, которые следят за качеством своего продукта... — Опять возвращаясь вот, да? — Да, к теме конкуренции и прошлой дискуссии. Растут требования к материалам, растут требования к техническим свойствам материала, как прочность, теплостойкость и так далее, там подобное, конечно. И поэтому на сегодняшний момент нет. Там тепловые расширения по тому же пластику очень минимальные. — То есть в результате, если после установки окна всё-таки где-то что-то там перекосило, это не проблема не связана ни с температурой, ни с качеством окна, это проблемы с чем-то другим связаны? — Ну, в первую очередь мы оцениваем, что это связано с человеческими руками. Вот, если что-то перекосило, да? Поскольку, говорю, так или иначе зимой эти дефекты, ну, становятся сразу заметными, мы вынуждены делать... Ну, мы не то, что делаем летом плохо. — Понятно, да. — А мы визуально уже следим за то, что мы делаем. Это в первую очередь тоже важно. — Олег, давайте мы послушаем звонок. У нас есть на линии Александр. Александр, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. — Добрый день, да. У меня вопрос по поводу рекламы. Какие, собственно говоря, компании используют каналы рекламы и роль интернет-маркетинга или маркетинга? — Ну, неважно, да. — Может быть, есть какие-нибудь такие фишечки, так сказать, какие-то свои ходы? — Александр, если это не секрет, поделитесь. Вы с умыслом спрашиваете? — Ну, я так, да. Я, в принципе, немного занимаюсь интернет-маркетингом. И периодически вам звоню и узнаю, кто как и чего делает. — Ну, это правильно, это правильно. В конце концов, именно поэтому у нас и бизнес-канал. Спасибо огромное. — Спасибо, да. — Спасибо. — По поводу маркетинга. — На сегодняшний момент, конечно, львиная доля маркетингового бюджета уходит в интернет. На сегодняшний момент, безусловно, интернет стал гигантской силой, которая влияет на поведение потребителей, на выбор потребителей. — Ну, кстати, вот, с точки зрения затрат на рекламу, на маркетинг, это позитивно, чтобы все пошло в интернет? — Нет, не очень. — Не очень. — Значит, ну, мы, вот опять же, да, мы в основном страна одного поисковика. — Ну, хорошо, допустим. — Ну, 80, там, по-моему, если мне память не изменяет, там, процентов 70, да, доля рынка одной поисковой системы. — Да, это, там, диктует соответствующие рекламные затраты, да, с точки зрения, ну, предлагаемые услуги. — Вот. — Но, что тут поделаешь? — Ну, говорю, если раньше интернета не было, и мы использовали газеты, там, журналы, листовки и так далее и тому подобное, на сегодняшний момент, да, порядка 80% бюджета уходит у нас в интернет. — Понятно, понятно. — Ну, и это не делает затраты на рекламу меньше, вот это я хотел бы услышать. — Да нет, конечно, это не делает затраты на рекламу меньше, тем не менее, это же, я же говорил о переизбытке мощностей, и мы сами, участники рынка, зачастую взвинчиваем ставки до неразумных пределов. — Там же тоже конкуренция, там, если вы несколько, ну, знаете, там есть, ну, аукционный метод продажи, там, кликов, и, собственно говоря, кто больше даст, тот получает... — А что, если пойти наперекор, я не знаю, реалиям, действительности, сказать, нет, в интернет мы не пойдем и по-старому будем листовки разбрасывать по ящику? — Ну, есть альтернатива, что можно провалиться с точки зрения продаж. Вот, нужно просто параллельно тестировать новые-новые, либо новые-старые каналы продвижения для того, чтобы понимать, какие из них еще работают, какие из них уже отжили. На сегодняшний момент, очевидно, вот там, там, 7-8 лет назад в Москве была популярна газета «Экстра-М». — Да, сам знаю, сам знаю. — Ее все называли «братской могилой», но, тем не менее, «Экстра-М» — это был самый... — И модуль в «Экстра-М» — это признак хорошего тона, правильно? — Да, да. — У тебя нет этого... — Сейчас нет «Экстра-М». — Серьезно, все. — Вот. — Вот она, вот она действительность, да? — Да. — Ну, это как, это не действительность, это все-таки прогресс, я имею в виду, его же невозможно остановить, да? И, наверное, нас ждет там лет еще через 10 все интернет, да? Если помните, в «Москва слезам не верен» герой говорил, что скоро будет все сплошное телевидение. То есть сегодня можно точно сказать, что будет все сплошное интернет. — Это очевидно, это очевидно. — А, кстати, возвращаясь вот к этому ожиданию, что все будет в интернете, у вас есть физические офисы? — Конечно. — А может быть, есть смысл от них отказаться, сократить все в интернете и на склад? — Не всегда, не всегда. Почему? Потому что, ну, на нашем рынке уже гремели там мошенничества с точки зрения отношений с клиентами, поэтому клиенту зачастую хочет прийти посмотреть лицом товар. — По-старому, да? — Потом ведь у нас очень много на сегодняшний момент новинок с точки зрения продаж, которые по телефону не расскажешь. — И на сайте, да, картинка, это будет неудовлетворительно. — Олег, спасибо. Мы сейчас прервемся, новости послушаем. У нас есть Антон на связи. Антон, дождитесь, пожалуйста. — Ну что ж, друзья, продолжим эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира «Бизнес на окнах». У меня в гостях Олег Боровков, генеральный директор группы компании «Окна комфорта». Ну и начнем мы нашу последнюю часть нашего эфира. Давайте с разговора со слушателем. Итак, он уже долго, да, нас ожидает. Антон, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. — Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Олег. Меня зовут Антон. Я сотрудник компании «ТБМ». Олег, наверное, в курсе, конечно, в курсе компании. У меня два вопросика. Первый вопрос – это по алюминиевым конструкциям. Замечали ли вы такую тенденцию, что именно рынок алюминиевых конструкций первым как бы реагирует на изменения на рынке, то есть падение или наоборот, рынок вверх полез. И вопрос, что прогнозы на следующий год? Потому что с кем я не общаюсь, с ребятами, которые занимаются локнами, полуха, алюминий, дерево, в основном все говорят, что в следующий год совсем не радужный. Максимум, что может быть это в ноль, а может быть и хуже. Такие вопросы. — Понятно. Спасибо, Антон, за вопрос. — Спасибо. — Это я такой конкурент ваш? — Нет. — Нет? — Нет. Компания «ТБМ» — это системный поставщик на нашем рынке, поэтому нет, это не наш конкурент. Не могу точно ответить с точки зрения алюминиевых конструкций, поскольку это несколько другой сегмент рынка, в котором мы не активно участвуем. Мы предлагаем своим клиентам, в силу нашей ориентированности на конечного клиента, мы предлагаем только легкие раздвижные конструкции для остекления балконов. И на этом наш алюминиевый ассортимент заканчивается. — А в принципе, как он может выглядеть, этот алюминиевый ассортимент? — Ну, это могут быть, мы все видим на улицах замечательные стеклянные фасады, алюминиевые входные двери в любые там общественные здания, офисные здания и так далее и тому подобное. — И Антон предположит, что, условно говоря, падение или рост спроса именно на эти конструкции в дальнейшем сразу же отражается на рынке. — Компания Антона, да, она занимается широким ассортиментом комплектующих для производства. И поэтому, наверное, им там виднее, у них есть подобная статистика. Я не могу, честно говоря, ответить на первую часть этого вопроса, потому что просто не обладают данными. — Понятно, понятно. — Что касается второй части, Антон совершенно прав, следующий год, мало того, не только год, но и несколько лет подряд экспертами на рынке признаются как не очень оптимистическими. Все прогнозируют в течение нескольких лет стагнацию, а то и падение рынка. Поэтому, что касается перспектив рынка, здесь я соглашусь с его ребятами, с которыми он разговаривает. Другое дело, планы каждой компании в отдельности — это планы каждой компании в отдельности. — Мне очень хотелось бы, Олег, если это возможно. Действительно, смотрите, мы говорим о перспективе на следующий год или, может быть, на последующие несколько лет, и все в большинстве случаев соглашаемся с тем, что перспективы нерадужные, стагнация или уж тем более снижение рынка, сужение рынка. И, естественно, любой бизнесмен в этой ситуации говорит, да, а как же мне выживать-то исключительно вот так же на вопрос стоит. Может быть, что же, уйти с этого рынка или диверсифицироваться, или что-то... Алюминиевые конструкции, в конце концов, в ассортименте должны быть. — Да, я думаю, что на рынке алюминиевых конструкций ровно такая же ситуация. — Ну да. — Вот, поэтому вхождение... — Сильно не выиграешь, да, здесь? — Да, вхождение на падающий рынок тоже нужно предусматривать. — Да, совершенно верно. — Вот. Специфика нашего рынка заключается в следующем. В первую очередь, наш бизнес, он локальный. То есть мы прикреплены к определенной территории. Это нам как, с одной стороны, облегчает задачу, так, собственно говоря, там, в определенной степени ограничивает наш потенциал. Вот. Второй немаловажный фактор, что при всем нашем старании, я имею в виду, каждой компании в отдельности, на каждом локальном рынке мы не занимаем значимую его долю. — Угу. — Да. То есть мы говорим, даже если взять самую крупную, там, компанию, ну, тут тоже нужно разделять сегменты, потому что строительный рынок — это отдельная песня, рынок частного заказчика — это отдельно. Вот. И я сейчас говорю про рынок частного заказчика, да. Мы при всех своих усилиях, там, я не знаю, компаний, которые занимают долю выше пяти процентов. Просто не знаю. В рамках локального... — Еще независимо от величины этой компании, да? — Конечно, 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 конечно. И поэтому вот с точки зрения стратегии ущипнуть конкурента здесь потенциал огромный. А поскольку на рынке все равно, ну, наш рынок в том числе, да, как плюс и минус характеризуется такой характеристикой, как низкий вход на рынок. И в последнее время, там, за последние пять лет на этот рынок действительно пришло огромное количество игроков. Но зачастую это случайные игроки, да. И это напрямую связано с квалификацией этих людей, которые участвуют в разделе общего пирога. — А я представлю даже, смотрите, начиная, вспоминая, точнее, начало эфира. Семейный, да, вы говорите, во многом семейный живет. Вот я представлю. Ну, в какой-то, я не знаю, что-то должно произойти. В конечном итоге внутри семьи или, может быть, братья там, да, или как в вашем случае. С тестем сели, обсудили. Давай-ка мы вот бизнес свой затеем, потому что что-то на работе у нас тухловато, да. Зарплату снижают, сокращают. Как жить будем дальше? Давай. Все, сели. Я не знаю, к тому же поисковику, может быть, обратились в интернет. Так, чем бы заняться-то? Так, чтобы и изначальной инвестиций не так много было бы, да. Ну, и, в принципе, чтобы как-то сразу... Или в какое-то ближайшее время выйти на окупаемость и уже начать зарабатывать. Чем бы заняться? Оп, давай окнами займемся. Давай. Там порог входа низкий, Олег вот сказал. Буравков по радио Финал ФМ. Вот. И особо никаких, да, премудростей не нужно нам. Не нужно каких-то образований специальных, да. Вот что-то такое затеяло. Ну, купим, я не знаю, газельку какую-нибудь, а ты будешь развозить, я буду на телефоне. Или жену посадим на телефон. Ну, да. Примерно так все выглядит? Ну, несколько не так. То есть из поисковика этот бизнес никто не ищет, но примерно так, да. То есть я сейчас не хочу там никого обидеть. Цепочка входа в наш бизнес выглядит следующим. То есть у нас есть, в каждой компании есть две таких должности, из которых эта цепочка и множится. Это менеджеры и специалисты по установке окон, то есть монтажники. То есть менеджер это продажник, да, и, соответственно, монтажник. Либо монтажник, да. И вот какой, ну, так или иначе, кто-то из них считает, что он достигает того уровня, когда он может вести бизнес самостоятельно, уходит из компании. Хорошо, если там без обид, зачастую там это связано с какими-то возможными там нарушениями, но сейчас не об этом. И он говорит, все, вот я занимаюсь там с завтрашнего дня, открываю свою компанию, да. То есть он как бы знает специфику, он там был игроком, и он думает, что там это вполне то, с чего он может зарабатывать деньги. Но да, там бывает, что покупает просто газельку, бывает, что покупает парк станков начальный, да, и начинает там некоторое производство окон. Но в любом случае его знания, вот про что я говорю, про случайных людей и про неспециалистов, ну, знания ограничены. То есть ограничены тем процессом, которым он занимался, да? Конечно, и о менеджменте, и о структуре компании в целом, и об экономике в первую очередь, как там макрофакторов, так и микроэкономике с точки зрения экономики и финансов компаний. Да, то есть каждый думает, что вот там директор это там больше всех получает. Конечно, человек, который ничего не делает, но получает, но получает, да. Да, приезжает иногда посмотреть там и опять. Да, но я на такой вопрос отвечаю, не надо забывать, что я зарабатываю последний, а теряю первый. Логично. Поскольку, говорю, это все-таки рынок частного капитала, и тут так или иначе так и происходит. И поэтому они и думают, что сейчас вот хлынет мана небесная, а маны на рынке уже больше нет. Вот, но тем не менее, говорю, таких игроков много, мы их так, ну, я имею в виду крупные компании, называем так или иначе гаражники, вот, которые там в своих условиях разного типа условий. Ну, условно говоря, в гараже где-то, да? Ну, это там, да, условно, в гараже делает там свои 20-30 окон и, как бы, да, там в том числе и портит рынок тем, что, как бы, он не может предложить новинки, потому что у него нет просто возможности их перерабатывать. Вот, и как-то там 20-30 окон ставят там ту или иную, ища там среди тех же своих знакомых клиентов, вот так распространяют. То есть таких игроков очень много, да, очень много перепродавцов окон, да, то есть это мы их так называем дилеры, вот, у нас есть там сертифицированные дилеры, которые, как бы, да, солидарны с нами в ответственности, а есть, ну, в том числе, там, случайного рода дилеры, которые, ну, там, также вот отсоединившись, считают, что он сейчас денег кучу заработает. Кстати, дилер сертифицированный, имеет сертификат, уж извините за тавтологию. Он не то, что имеет сертификат, мы, выдавая ему возможность пользоваться нашей торговой маркой, мы говорим о том, что, по крайней мере, качество продукции у него, да, мы гарантируем. Потому что у людей, которые, ну, так сказать, no name, да, либо там Вася Иванов, да, не дай бог попаду в Васю Иванову, заранее прошу прощения, вот. Он, во-первых, там, продает, а бы чего, да, сегодня он есть, завтра нет, никаких гарантий он не несет, поскольку у него просто нет ресурсов на это, потому что, ну, содержание даже сервисной службы денег, ну, понятное дело, не приносит, да, у нас деньги только продажи, а сервис это прямые расходы, вот. Вот, и поэтому, ну, он пытается бороться за каждого клиента, продавая абы чего, продавая абы кому, а потом, собственно говоря, там, имея огромное количество проблем, создавая огромное количество проблем как себе, с точки зрения, что, ну, не получилось ману-то схватить, так и клиентам следить. Олег, спасибо огромное, к сожалению, время закончилось у нас, очень интересно, Олег Боровков, генеральный директор группы компании «Окна комфорта», был сегодня в бизнес-классе, спасибо за внимание, успехов в бизнесе.